Я родился уже при «демократии» и с тех пор с этим живу. Мы тоже. Ну, а блин, считаю, что для процветания здорового общества подходит только социализм. Как вы считаете, можно ли его восстановить, и кто этому будет мешать? Восстановить – нет, построить заново – да. Вот вчера к нам приходил очень толковый писатель Вадим Панов. Мы с ним записали отличный ролик. Вадим написал книжку новую, и мы, так сказать, по этой книжке прошлись какие-то основные тезисы, как он видит светлое будущее. Вадим очень интересные вещи рассказывал, я вот слушал. С большим интересом, местами с неподдельным удивлением. Посмотри. Восстанавливать – нет, восстанавливать ничего нельзя. Можно, так сказать, эволюционным путем, может, революционным туда прийти, но это будет уже что-то несколько другое. Посмотри на Китай. Социализм, чисто для справки, это первая стадия коммунизма. Ну, вот посмотри на китайский коммунизм, на что у них похоже. Похоже ли это на нас? Что там вообще происходит, и куда двигается, туда смотреть надо. Это первая экономика мира уже, но при этом сочетает в себе разное. Камрад комментирует данный вопрос. Извините, что влезаю, но по этому поводу Клим Саныч как-то высказался в одном из роликов. Точно не воспроизведу, но тезис такой. Социализм обязательно наступит, но мы это вряд ли уже застанем. Может, через тысячу лет, может, через пятьсот. Возможно, и государства такого, как Россия, уже не будет в привычных нам границах. Вполне может быть, что Россия сузится до размеров Московской и Ленинградской областей. Но суть в том, что это неизбежный процесс. Полностью согласен. Как когда-то рабовладельческий строй сменил первобыт на общины, а потом феодализм сменил рабовладельческий. Затем на смену феодализму пришел империализм, который, в свою очередь, сменился капитализмом. И вот следующая общественно-экономическая формация должна быть социализм, а затем коммунизм. Но поскольку социализм – это смертельный враг капитализма, то вот и на примере Советского Союза мы имеем, что имеем. А мешать будут все капиталистические державы и крупный финансово-промышленный капитал. Полностью согласен. Продолжение следует... Продолжение следует...